И всем привет, ребят, с вами Мстер Ванька, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодня мы вместе с вами обсудим много интересных новостей. Давно у нас не было разговорных видосов, всё время мы записывали видосы с какими-то игровыми тематиками. Но сегодня пришёл тот самый день, когда нам нужно вместе с вами обсудить пару-тройку моментов и ответить на тот самый вопрос, который мне на протяжении уже, наверное, недели, может, меньше недели, да, может, дней 5 подряд задают вопрос, будет ли компенсация? Будет ли ещё одна за счёт того, что у нас лагала игра? Будет ли что-то у нас в игре ещё появляться? И что же будет с нашей секретной вечеринкой? На эти все вопросы постараюсь ответить вам, исходя из того, что я думаю, да, то есть это не стопроцентная какая-то информация, это лишь мои мысли, которые я считаю логическими, и те мысли, которые, ну, скорее всего, должны быть реализованы. Также у нас остаётся ещё одна тема с Танкофондом. Если она вам интересна, то в комментариях к этому видеоролику напишите, что вы бы хотели увидеть и услышать моё мнение по поводу Танкофонда, потому что сейчас он там тоже лежит, и фонд не прибавляется, да? Что же с ним произойдёт? Не знаю даже, не знаю. Ребяточки, если интересно, то этот моментик тоже мы вместе с вами обсудим. Ну и сегодня начнём с Додос Атак, начнём с того самого момента, который я предугадал уже во второй день проблем нашей игры, когда только игра начала лагать, когда ещё никто не понимал, что происходит, я на одном из стримов просто сидел-сидел и так бах, заметил лаги, заметил, что происходит, и думаю, блин, это похоже очень сильно на Додос Атаки. Так оказалось, спустя две недели разработчики игры выкатили пост, после того, как у нас игра в очередной раз лежала на выходных, выкатили пост о том, что уже на протяжении там нескольких дней у нас, ну, в принципе, вы видите на своих экранах, да, весь пост, и они признали, что это Додос Атаки в масштабном плане на игровые сервера и сайты проекта. Кто это делает, конечно же, непонятно. У меня есть по этому поводу свои какие-то определённые мысли, кто это может делать и зачем это делает. Когда решат проблему, пока что тоже непонятно, так как Атаки по большей части ведутся именно на ивентовые дни нашей игры, то есть это пятница, суббота и воскресенье, а на будние дни у нас танки благополучно, хорошо, адекватно работают. И, соответственно, разработчики пока что на сегодняшний день ещё не решили эту проблему, да. То есть у нас как бы игра работает по будням дням, и сейчас у нас среда, да. Но как только наступят ивентовые выходные, всё может очень-очень резко поменяться, и опять игра перестанет работать. Но, конечно, надеемся на то, что эта проблема совсем скоро у нас разрешится. Поэтому этот вопрос мы откладываем на нет. Переходим к следующему вопросу, да. То есть ДОС АТАКА как раз-таки и связала всё это. Почему у нас уже в игре было целых 2 новых компенсаций. Ко всему прочему, у нас появлялась секретная вечеринка 4-го числа. 4-е число это был у нас какой день недели? Это была суббота, это был тот самый день, когда игра у нас уже лежала. И как раз-таки в 4 часа, когда нужно было заходить на секретный сайт вечеринки, забирать приз, сайт, и как вся игра легла полностью. Без шансов, просто без шансов туда зайти. Единицы туда могли зайти и якобы забрать приз. Но, даже если вы забрали приз, и я в том числе забрал его, я его на свой аккаунт не получил. Будут ли выданы призы? Определенно будут. Всем тем ребятам, которые их забрали. Да, так как в базе это уже точно сохранилось, и выдача должна произойти либо вручную, либо, опять же, как она и должна была быть. Почему она не произошла? Ну, наверное, из-за того, что сервера лежали, и там произошел какой-то просто определенный сбой, и выдача невозможна была. Либо же разработчики игры сами отключили возможность выдачи этих призов. Хотя, были те ребята, которые мне писали, которые писали в конфах, о том, что они знают там какой-то способ, как можно получить приз, да, и как он выдавался. Но я, конечно, этого не знаю, как и большинство игроков, которые эти призы не получили на свой аккаунт. Другой вопрос. Были те ребята, которые зарегистрировались на секретную вечеринку, и даже не сумели зайти на этот сайт, забрать подарок. Этим всем ребятам также, я думаю, что будет возможность забрать этот приз. Разработчики должны изначально решить все проблемы, которые есть на сегодняшний день, связанные с DDoS-атаками. И как только решение будет найдено, и как только все у нас восстановится, можно будет полноценно выдать игрокам призы и за секретную вечеринку. Либо же это будет просто компенсация за секретную вечеринку, и все, да. То есть, либо же можно будет также полноценно зайти и забрать приз. Тут два варианта. Какой вариант они выберут, я честно не знаю. Ну и самый главный вопрос, который мне даже где-то, ну, я бы сказал, наверное, поднадоел. Потому что то количество, сколько его в последнее время задавали, это просто безумные цифры, да. То есть, на протяжении каждого стрима заходило, ну, порядка, наверное, ну, чтобы не соврать, ну, человек 50, наверное, которые писали вопрос, будет ли компенсация. У нас, как я уже сказал, было целых две компенсации уже, и барабанная дробь, тр-ру-ру, компенсация, я думаю, что будет еще одна. Когда она будет? Вопрос очень хороший. В теории ее могут выкатить все так же с четверга на пятницу, как это было неделю назад, но есть ли смысл выдавать компенсацию, если проблемы не решены и игра может лечь в очередной раз? Я думаю, что смысла в этом нету, соответственно, но как только разработчики решат эту проблему, у нас в игре будет стопроцентная, ну блин, стопроцентную я сейчас скажу, а потом ничего не будет и потом меня начнут хейтить, но я считаю, я считаю, мое личное мнение, что это будет стопроцентная компенсация, стопроцентная, да, то есть если ее вдруг не будет, ну тогда я не знаю. Ну реально не знаю, потому что, ну чисто логически, если подумать и помыслить насчет этого всего, то есть у нас игра на протяжении трех дней без шансов лежала, перед этим всем моментом была выдана компенсация, соответственно, компенсация была выдана за предыдущее время, а игра у нас лежала в будущем. Плюс нерабочая секретная вечеринка, которая лежала так же само от ДДОСАТАК на выходных днях, все это сводится к чему? Правильно, к новой замечательной компенсации. Какой компенсации? В каком размере? В такой же самой? Либо какая-то новая компенсация? Увы, на этот вопрос я ответить не могу, но исходя из того, какие призы были на секретной, например, вечеринке, то есть у нас была возможность забрать один день према, 13 ультракантов и 313 звезд, я могу сказать, что они вполне за все вместе могут выкатить просто еще одну такую же самую компенсацию, которую они выдавали. То есть с 5 днями према, если я не ошибаюсь, 750 звезд, 13 ультракантов и что там было? Вроде все, да? Вроде все. Поэтому я лично уверен в том, что эта компенсация у нас будет. Вопрос лишь только времени и пожалуйста, друзья, если уж вы на сегодняшний день до сих пор, до сих пор играете в эту игру, потому что я думаю, что вот за эти две недели, дедос атак, лагов и всего прочего, могли уже ребята там, знаете, захейтить там и все. Но вообще я, блин, иногда поражаюсь, да, то есть насколько все-таки преданные игроки играют в эту игру, да, и реальный респект тем ребятам, которые даже несмотря на все трудности проекта, которые сейчас испытывают, да, те, которые понимают, да, реально, что происходит, они, блин, реально продолжают играть и верить в эту игру. Да, это очень-очень жестко, очень жестко, да, и вот с этого момента я прям реально офигел, потому что за то, что происходило на протяжении этих двух недель, блин, у меня было ощущение, что проект могут так захейтить и жестко, прям так жестко захейтить, то есть, ну, постоянные неполадки, неработа, да, а игроки продолжают играть в эту игру, донатить в эту игру и верить в то, что все будет хорошо. Хорошо. Это жестко. Это очень жестко. Поэтому как-то так, друзья, пишите, что вы думаете по поводу всех этих замечательных додос-атак, секретных вечеринок и компенсаций. Будет очень интересно почитать ваше мнение. Ну и также напишите обязательно, стоит ли мне записать видеоролик, посвященный нашему замечательному танка Фондику, который вот здесь вот виднеется, на котором написано еще целых 13 дней, ну, можно сказать, даже 14 дней, если считать сегодняшний день. С которым есть тоже большие-большие вопросы. Поддерживайте видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну, а с вами был Мистер Ванька, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok